Доброго времени суток, дорогие друзья! Я всё-таки решился, хотя довольно робко решился, вам прочесть, продолжая свою литературную вот эту рубрику, свои, но я не могу сказать, ну, первые стихи нет, были стихи и раньше, но это стихи, которые мне не стыдно показывать людям. Значит, я заранее прошу прощения, если я буду где-то сбиваться, оговариваться, потому что я буду читать с черновика, почерк у меня ужасный, а вдобавок ко всему, к моему такому шоку, я обнаружил, что паста начала исчезать, и придётся даже читать с вот этого следа от стержня выдавленного, потому что чернила куда-то исчезли. Ну, поехали! Это стихотворение я засылал в интернет, на одном сайте, но почему-то... почему-то... ну, понятно, почему, конечно, особых... оно таких положительных откликов не найдёт, потому что стихотворение довольно печальное. Не вините самоубийц, берегите тех, кто живёт. Встретил мало приветливых лиц тот, кто жизнь свою оборвёт. Молода и навязчива смерть в нашем скопище страждущий глаз, потому и земная твердь ненадёжна бывает для нас. Почему до скончания дней нам бы что-то купить и продать? Берегите, люди, людей, ведь до гроба рукой подать. Счёты жизнью сводили всегда, мертвецы на помине легки, как же много нам стоит труда спрятать когти свои клыки. Как-то так на земле повелось без особых преград и границ. Человек, как непрошенный гость, не вините самоубийц. Значит, дальше тут у меня идёт несколько строк. Я считаю их полноценным стихотворением. Они у меня были в качестве такого эпиграфа к одному маленькому ролику. О том, как зыбка вот эта иллюзорная и призрачная грань между, скажем так, адом и раем на земле. Как мал вот этот переход между миром и войной. Ну, это надо понимать, конечно, в широком смысле. Этот хрупкий изменчивый мир, сколь на мере не знал ты благих. Пусть живущий, как ювелир, видит ценность в себе и в других. Берегите друг друга усердно, и жизнь прекрасна, когда милосердна. Следующее стихотворение. Это стихотворение мне не свойственно. Это стихотворение такое романтическое о природе. Я всё-таки предпочитаю более философские, жизненные какие-то темы освещать в своих стихах. Но, тем не менее. Летние утра, прохладные и ясные, Я сильней всего вас по лету ждал. Розовой зарей дали подпоясаны, Голубой рассвет город пробуждал. Как же хорошо дышится на воздухе Парковых аллей, улиц городских. Тополя стоят в шелесте и шорохе, Ветер из полуночи утром приутих. Солнце по утрам тускло и расплывчато, На дорогах глушь, пусто вдоль дорог. Утренняя мгла далека и дымчата, Я брожу задумчиво, тихо и одинок. Небо насыщается синевой и золотом, Медленно спускается свет спокатых крыш. Где-то на окраине гулким шумным рокотом Заводские отзвуки вытесняют тишь. От земли измоченной Тянет влажной свежестью, Ночью окатил ее Сильный косохлест. Утром ночь сменяется Синей безмятежностью, От росы излучены На свету в разброс. Тоже такое философское, Но довольно тяжеловатое такое, Но очень жизненное стихотворение. Тихая березовая роща, Сколько тебе свозили и свезут, Жить не умирать, второе проще, Да могилы быстро зарастут. Все молчишь, встречаешь, Мягко стелишь. Двери навзничь и вороний крик, Тут и там глубокие постели, Здесь конец развязкой тупик. Дятел будит тишину на ветке, Скрип калитки, заверть ворошит. Лиственные кроны в беседке Пьют бродяги за помин души. И чего нашел я в этом месте Мрачное поповское гумно, Но в немой и непроглазной бездне Вижу бледное знакомое чело, Вижу я, что видеть я не в силах, Слышу шепот роща на ветру, Я тебя пока что пригласила, Не грусти ни к смертному одру. Думай, милый, обо мне почаще, Вещи встанут на свои места, И, уйдя из этой тихой чаще, Жить попробуй чистого листа. Я и сам об этом много думал, Надо жить готовым умереть, Я добро с пороком перепутал И себя не смог преодолеть. Вслед смотрел мне ворон, как надзорщик, Я ступал и думал на ходу. Я смогу, спросил у тихой рощи, Только ветер от могил подул. Ну, дальше идет стихотворение Сталине, Которая стала песней, Она у меня есть на канале. Так. Тут тоже памяти Цоя, Это тоже песня, Посмотрите у меня на канале. Вот тоже такое неприятное, Но жизненное стихотворение. Мне страшно похороны видеть, И мне себя не пересилить, Я ощущаю ясно зло, Что чье-то время истекло. И то, что в глубине таилось, Открыло дверь в непостижимость. Нашел в чужих похоронах Я для себя тоску и страх. Когда кого-нибудь хоронят, В лицом не дышит преисподня, И мне надеется трудней, Превозмогая трудность дней. О, как заведомо конечность, О, как нещадно скоротечность, Как норовить замкнуться круг И валятся дела из рук. А дальше вот я не совсем понимаю, Это продолжение стихотворения, Или это второе. В общем, написано-то одним и тем же размером. Во сне я видел красный гроб, К нему вели изгибы троп. Окольно или напрямик, Но все к нему и все впритык. Я видел, шел старик уныло, О коим плакала могила. Дошел и лег в бордовый ящик, И стала вечность настоящим. Закрылась крышка, я застыл, Открылся гроб и был пустым, И пустовал в затишье он, Для новых видно похорон. На этом я открыл глаза, С окна сочился холод в зал, И грязный ватный небосвод Поныне в памяти встает. Я подошел тогда к окну, Сквозь ледяную пелену Увидел, как толпа у дома Стояла в сокрушении стона. Стояли люди скорбным скопом Над красным и открытым гробом, И красный цвет его сухна Я неравновидел из окна. И снег, как будто был заплакан, И треп завел смиренный дьякон Над тем, кто глух лежал и нем, И не внимал напрасный треп. Под речь духовного отца Лицо открылось мертвеца. Я сердцем трепетом объятым Увидел то, что саван прятал, Не старика в том феврале Потом везли предать земле. Легла на кладбище дорога Для молодого, молодого. Но эти стихотворения читать не буду, Потому что некоторые пишутся в стол, И там и место, в общем. На свет Божий нечего их выносить. Тоже такое покаянное, Самокритичное очень стихотворенец. Я прожил, как попало, Ни в попад, ни в пример. Как же много пропало, Только горечь взамен, Пристрастившийся к дряни, Сердцем заиндивел. Было мало стараний осмысленных дел, Было выпито много, Что еще тут сказать? Только страх и тревога Продолжали терзать. Безвозвратность смеется, Семенит по пятам, И за что же зачтется, Да воздастся мне там? Впрочем, небо как небо, Где там царственный Бог? Только ветер свирепо Завывает, как волк. Наметает сугробы, Заметает следы, Снеговые потопы Из белесой воды. Серебристую пылью Память не занесло. Я смотрю на стихию, Зябко и тяжело. В ней, как в зеркале, Видно отраженную жизнь, И вполне очевидно Различим фатализм. Муть горячего пара Выдыхаю в пути. Сколько времени Даром я на ветер спустил. Бесконечные ошибки На дороге моей, Только верой обрывки Утащил суховей. Правда, что-то оставил, Не унес в облака. Заколачивать ставни Очень рано пока. В прошлых горестях глупых Только я виноват. Торжества недоступны, Где печаль не нова. Я отдал бы покорно Все за прошлую жизнь, Но прожил бы повторно, Отвергая корысть, Отвергая гордыню, Кутежи и обман, Сделал замыслы былью В доказательство Вам. Я себя бы заверил И уже не подвел. В то, что искренне верил, Я бы в жизни обрел. Я бы брал на заметки Все уроки судьбы И любые советы Я выслушивал бы. Охладел бы до денег, До безудержных трат. А недавний бездельник Стал работе бы рад. Я прожил исковерков Много радужных вет. Благородство померкло И утратило цвет. А увядшая гордость Облетела почти, Только трусость и подлость Можно в прошлом найти. Сам собой обошелся Я враждебно и зло, Снегопад разошелся И стучится в стекло. Вырываюсь из прочных Прошлогодних оков, К новой жизни заочно Я как будто готов. Тоже такое стихотворение. Я очень люблю стихотворения, которые... Ну, если это любовная лирика Или какая-то природная лирика, Я не знаю... В чистом виде... Чисто... Вот описание своих чувств, Описание природы... Я этого не очень люблю. А если здесь связана какая-то философия, Там размышления о смысле жизни, То... Это я приветствую, И об этом иногда пишу. Вечер темень, Двор постылый, На цвету от фонарей, Свет кружится, Кружился белокрылый В побелевшем ноябре. Тихо, скучно, Грусть местами, Полумесяц, Полумрак, Было слышно за домами. Гул машины, Лай собак, Силуэты, Тени, Ветер, Жесть балконную задел, Дом напротив Желтый светел, Всеми окнами горел. Я смотрел свое окошко, На пустынный детский сад, Снег ложился осторожно, В тот осенний снегопад. Двухэтажная постройка, Флигель с лампой подвесной, Я безмолвно и спокойно Любовался белизной. Я открыл окно и воздух, Холодил мое лицо. Ждем декабрьскую поступь С белоснежной пыльцой. Звезды, как осколки стекол, Разлетелись много их. В суете горящих окон Мрак казался многолик. Что за воздух в самом деле Ароматы чистоты, Краски зимние акварели Набирали полноты. Сцены в памяти и в сердце Ощущаю и храню. С прошлым я живу в соседстве, С ним порвать по временю. Не получится, пожалуй, Неделима жизнь моя. Тополь белую пижаму Надевает на себя. Снегири, как будто маки, Чечевица за окном. Снег, как рыхлый белый мякиш, Скрыл асфальтовое дно. Мы в отличие от мира, От природы так пусты. Наша жизнь проходит мимо Красоты и доброты. Но природа неизбежно Пробуждает в нас любовь. Потому-то вечер снежный Мне мою снимает боль. Я стоял тогда и думал, Глядя вечеру в глаза. Он смотрел в ответ угрюмо И в потемках угасал. Все покроется снегами, Все бесследно занесет, Только муки содроганий Холод прошлого несет. Так, наверное, я прочту еще несколько стихотворений И закончу. А потом Тут же Начну писать Новое. Новый ролик. Потому что Это, как я сказал уже, черновик. Надо предварительно Разобраться с тем, что я раньше писал. Разобраться в этих всех помарках. И потом Гладко, ровно Это все прочитать. Мне признается Удача в любви. Стихи удается миру явить. Счастье мерещится Призрачный риф. Ваше святейшество Поздний порыв. Некуда деться От жизни такой. Прежде священства Случай вы мой. Все посягательства Сносим вдвоем. Ваше сиятельство Сердце мое. Мне сочинительство Друга рука. Превосходительство Ваша строка. Истина ближе. Не с красных трибун. Ваше Боже Всевышний. Пронзительный ум. Я пишу. А что мне делать? Чем еще себя спасти? Мне в картине Черно-белой Не играть и крест нести. Тягостный кинематограф. Наша жизнь Печальный фильм. Умный корчит Сумасброда. А мыслитель Простофиль. Эпостаси Прикрывает Первоклассном Плуа. Слабо-сильного Играет А лентяй Вершит дела. Эгоист идет На помощь. Крохобор идет Ва-банк. Добряка Играет Сволочь Воспитанного Хам. На обманчивом экране Те почти перевелись, Кто ни разу Не играли, Не приняв Такую жизнь. Я слагаю Неспесиво, Отвечая На вопрос. Мне Такая жизнь По силам Без сценических Притворств. Я, Представьте, Между прочим, Для того Писать Решил, Чтобы меньше Кровоточин Было в сумерках Души. Я в писательскую Область Погружен Не так давно. Пусть таким Мой будет Образ В этом Жизненном Кино. Не для славы, Не для денег, Что дадут За этот труд? Мой желанный Собеседник, Это я и правый суд. Я пишу. И что Такого? В том, Что некому Читать, Что разумно И толково Не получится Понять, Я пишу Для избавления, Чтобы только Не пропасть В этом царстве Представления Декораций И гримасы. Декораций Вот еще одно стихотворение. Надеюсь, Я его смогу Беспрепятственно Прочитать до конца. Декораций 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 Порой Просто, понимаете, Просто вот Читаешь вот Старые стихи И Ну, всегда Ты хочешь что-нибудь Такое Поинтереснее, Поосмыслённее Запрятать Между строк. И вот так вот Читаешь, Не совсем, в общем, Вникаешь. Поэтому, если Вам тоже Будет непонятно, Это не значит, Что В стихах Не разберих. Это значит, что Порой надо просто Немножко Вникать в стихи. Я ощущал Сильней всего В ту отвратительную пору, Как из-за страха своего Я тяжело ушёл Под гору. Тогда Не стоил я Гроша, Когда на шею Села робость, И уже спину Мне дышал, Толкал, Сгоняя прямо В пропасть. Я был На грани, На краю, А разобраться Всё пустое, И я, как вкопанный, Стою, И лишь Молчанье Гробовое. Дай Бог, Конечно, Чтобы жить Мне получилось По-иному. Меня, Как раньше Посвятить Не дай сегодня Наживному. Я помню Всё, Я сердцем Там, Где малодушие И нервы. Ты видишь, Я Не справлюсь Сам. Так огради Меня от скверны, Молчишь, Ну что же, Я привык И мне тащить Свою поклажу, Пока оживительный Родник Твоей любви Смиряет Жажду. Я Допускать Готов Обман, Не исключая Лживо Благо. И в этом Я давно Упрям и Главным образом От страха Робчу, Наверно, В пустоту, Не в силах Приоткрыть Завесу. Но Я Прекрасно Помню Ту Дорогу В роковую Бездну. Я Ощущаю И сейчас, Как в то Трагическое Время, Когда Чуть Было Не Угас, Узнав Беды Прикосновения. Так. Вот тоже стихотворение. Но это не о природе. Это, Скорее, Об отношении Человека К природе. Вообще, О человечности В человеке. Это реальный случай Жизни. Отрубили руки Тополям, Глядя на бездушность Самодура. Голый двор, Безмолвствуя, Стоял В серое Ноябрьское утро. Головы Срубили Тополям, Покатились Головы К бордюрам. Для чего На этом Настоял Главный По подобным Процедурам. Травами Покроется Земля, Зацветет Богульник Белокура. Только Не распустят Тополя Пышные По ветру Шевелюры. Наледи Прозрачней Хрусталя, Не Услышишь Ветра Балагура. И Стоят У Бога Тополя. И Глядят Обиженные Хмуро. Дальше Идет Текст Один Который Стал Песней Песня, кстати, это все есть на моем канале, поглядите. Мне кажется, она мне очень здорово удалось, это и по отзывам некоторым видно. По отзывам старым, когда у меня еще было несколько лет назад там первый канал, но потом по некоторым причинам это все удалил. Песня вот «Холодная» называется, пожалуйста, послушайте. А это вот тоже в прошлом была песня, но я понял, что без музыки эти стихи звучат лучше. Не зря говорят, что есть такая поэзия, которую надо только читать на музыку, она не ложится. Я не знаю, тут какое-то странное название. Замечаю. Лучше, конечно, без названия. Я вдохнул эту вязкую едкую смесь, этот воздух, как трубную копоть. Никому я не нужен ни там, ни здесь. Надо жить, не покинув окопа. Я давно замечаю, что все суета ради хлеба, прельщения и зрелищ. Мы хватаем осколки, как будто с куста от своей же на поле для стрельбищ. Обнадеживать вас лишний раз не посмел, не посмею, покуда не вечер. Умирать тяжело, если много хотел. В этом смысле мне несколько легче. Я давно замечаю, внимание людей занимают красивые вещи. А правдивее всего говорит лицегей ядовитые сладкие речи. Я дышал глубоко, ледяным ноябрем, спали ясени в белом корсете. Не пугайтесь того, что когда-то умрем, опасайтесь прижизненной смерти. Мне холодные руки сибирская ночь положила на зяплые плечи. У нее на лице обреченности дрожь, у нее самой лучшей из женщин. Наверху, далеко от разбросанных звезд, пламенел раскалившийся месяц. Я давно замечаю, что все не всерьез, но всерьез кутерьма околесец. Я давно замечаю, что годы свои мы на ветер спускаем, не глядя. Успокойся, судьба, под откос не гони. Лучше выкинь мне жребий на счастье. Ну, тут тоже идет стихотворение, которое стало песней. И это, вот это стихотворение «Белый снег» тебе, это все на канале есть. Так, вот стихотворение. Ноябрь никак не закончится. Да и нужно ли это вообще? Ничего мне как будто не хочется. Я на пятом живу этаже. Я смотрю в эти окна и думаю, Неужели действительно я Эту жизнь Проворонью беспутную В этих гиблых далеких краях? Я смотрю на людей и так далее Все одно, да и по одному Так, наверное, во всем мироздании Но от этого легче кому? Да, вот отзакончилось, теперь другое стихотворение. Надеюсь, я тут не запнусь. Ну, чего я себе Напридумывал Я такой же, как все, никакой Я себя Ненарочно запутывал Молодушно, хотя на покой Только Ненависть и раздражение Чувство мести без явных причин В силу странного самосожжения Как еще до сих пор не почил Все играю, куражусь, притворствую Даже верю себе самому Но пороком невольно способствуя Предрекаю, как я затону Не советуйте мне это лишнее До всего я додумался сам Не упорствуйте Все-таки личное Непривыкшие Грубым словам Как получится, так и получится Но и я свою лепту внесу Бестолковое сердце научится Тем вещам, что сейчас не к лицу Все мечты Все мечты Бесконечное месиво Из фантазий, страданий, тоски Мне и пьяному нынче не весело Да и пить мне давно не с руки Я на выдумке Больно охочий На полях Постулатов и лем Что бы завтрашний день не пророчил Я не внемлю пророчеством тем Недоверчив К изменчивой правде Что меняется трижды на дню Мне, пожалуй, гораздо отрадней Полагаться на веру мою Перенял эстафету декабрь Незаметно настала зима Все летят чередою декады В предстоящем пламиды тесна Все в былое безудержно валится В пух и прах, да и в тартарары Ничьи хвостите, дайте раскаяться Не советуйте, будьте добры Ну, совсем без запинок Тут, конечно Не получилось у меня прочитать Но у меня, понимаете У меня нет возможности Чисто в плане времени В нехватке времени Это все перепечатывать Но я это все записываю В первую голову Для того, чтобы Это все окончательно не пропало Ну и во вторую Чтобы как-то С вами поделиться Может быть для вас Мои стихи будут интересны Я надеюсь, что вы Неравнодушны к поэзии Если не пишете, то хотя бы читайте Но я все-таки надеюсь, что Мои какие-то вот ничтожные попытки Сподвигнуть вас что-нибудь свое Написать Какие-то свои мысли закадычные Выразить Преобразовав их В какую-то поэтическую Или там прозаическую форму Я был бы очень рад Если бы своими стихами Я чем-нибудь вам помог Поэтому спасибо вам большое За внимание Если вы Всю эту запись просмотрели Прослушали Спасибо И И не оставляйте моего канала Смотрите Я что-то буду выкладывать Что-то У меня есть замыслы У меня есть желание еще писать Песни на Чужие стихи На свои стихи Я вам одно могу сказать Для чего Наверное Стоит все-таки Посещать мой канал Что я все-таки Свою работу Стараюсь сделать достойно И чтобы вы Не жалели Времени Которое вы потратите На мой канал И на мои разные Произведения Всего доброго До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок